МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Две возможности. И мы рисуем третью. Мы идем на 37-ю параллель. Пойти туда, куда не ходит никто. Здесь уже нет ничего. Все, давай, опускаем. Давай, туда полетем. Давай, давай, там, стены. Так, все отлично. Так, пока у нас утиль, мы решили маленькую гену и подремонтировать. Потому что потом ветер начнется, и будет затруднительно это сделать. Вот, сейчас ее снимем. Вот, такая вот веревочка здесь. Чтобы у нас фал гену и верх не улетел. Вот мы ее привязываем. Это все к бушприту. Теперь никуда не денется. Мы дрейфуем под одним гротом. Туда дрейфуем непонятно. Надеюсь, что хотя бы не на север. Вокруг хмуро бродят тучи. Здесь проблема, на самом деле, вот чем. То есть паруса уже не новые. И вот защитная ткань, которая от рульта фиолета предохраняет парус в сверненном состоянии, вот она отрывается. Уже нитки рвутся от солнца. И приходится перешивать. Но вот мы сейчас всю заднюю шкатурину у паруса решили прострочить заново. Благо, техника позволяет. Машинка у нас швейная, чудесная. Специально для ремонта парусов. Так что, наслаждаемся процессом. Машинка Sailrite, на которой можно шить паруса и тенты, появилась у нас на Леди Мэри еще на Канарских островах. Да, я увидел объявление о продаже и позвонил. Владелец был где-то в отъезде, и чтобы ценный груз не перехватили, я пошел и сорвал со всех столбов это объявление. Игулки кусок где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удивитесь, когда услышите тихо и тикачается все Но на самом деле для меня сейчас тихо, потому что бывает и похуже А машинка досталась папе за 500 евро Они с другом одни сразу стали на ней деншить Двое мужчин на машинке С тех пор наш верный друг, мотошвея, уже сто раз окупилась В одном только этом переходе, как выяснилось по итогу, паруса пришлось зашивать 6 раз А седьмая глобальная простройка состоялась уже на огненной земле Посадил дед репку Выросла репка большая-большая Стал дед репку из земли тянуть Тянет-потянет, вытянуть не может Позвала дочка маму А мама взялась снимать и никому не помогает Молодец, мама, умница Мама идет самым энергоемким путем Парус за латом и готов к поднятию Сейчас придет наш бравый кеп Мы прицепим верхний угол вот сюда, вот к этой штуке И она поползет наверх Влекомая фалом Вон туда А пока жарае штиль абсолютный Вот он, бравый кеп идет Какую-то банку несет с замазкой Что в банке? Каша О, кушать будем Ура! Все, ребята, пока мы кушать Закеш меню На сегодня Каши кеп принес Ой, ням-ням-ням Нормальная смазочка Упражняй на внимательность Хочешь? Нет Ну все Сегодня завтрак закончен Сейчас будем пару Мам, вон поел, пошли чай пить Чтоб случайно Карабин не открылся И вот так вот Изолентой законтрим О, все Надежное соединение Еще Еще Стоп Обратно Все Все, стоп Закрепит Делаем ставки, господа Сколько протянет Самый большой парус Пока родители с сестрой Возили с парусом Я приготовила похлебку На всю семью А между тем Леди Мэри Тифонька Перебежала Из 20-х широт В 30-е И подходит К району Островов-призраков Южного Тихого Океана Пять островов-призраков Лежат в квадрате От 32-й До 37-й Южной широты И от 153-го Меридиана До 136-го Меридиана Западном полушарии Двацаточка Пришла В морду ветра Я надумала Бровь, уже забирайте Потому что все забрал Все баллично Подходим к рифу, так называемому фантомному. Риф называется Вачусец. Собственно, пока не видим. Радар включен, глаза включены. Прибор для измерения глубины ничего не выдает наличие рифа. Вот так. Все острова-призраки были открыты от 200 до 60 лет назад. Но экспедиции второй половины 20 века не нашли в этих пустынных местах ни намека на земную твердь или следов ее недавнего погружения под воду. За это мифические острова и получили название Фантом Рифс – острова-призраки. Че сидишь, кого ждешь? Смотрю, не врежемся в банку. Какую банку? В консервную? Да, в консервную банку не уедем мы или нет. Вот надо смотреть, есть там волны или нет там, где мельче. Должны быть другие волны. Поэтому я смотрю, другие они. Это навигационный айпад с картой. По цифре 9 большим кругом обозначен риф-призрак, который называется Вачусет. Вачусет-риф. Вот в этой красной точке, кружочке, заключенном в квадрат, указаны координаты в Википедии. А на морской карте он указан вот таким вот широким способом, на всякий случай, коль скоро координаты не уточнены и непонятно, есть этот риф-призрак или нет, чтобы просто моряки держались здесь осторожно. А вот эта вот линия черная бегает, наш путь, куда мы плывем. Леди Мэри. Вот это проложенный красный маршрут, а сама Леди Мэри сейчас вот здесь, в этой точке. Идем по так называемому обозначенному риф-призраку. 32 градуса 19 минут южной широты, 151 градус 8 минут западной долготы. Капитан и матрос бедят. Включен радар, который показывает только вон. Глубинометр ничего не показывает глубины, которые он не может охватить взглядом своим. Наша экспедиция по уничтожению милых пятен на карте Юга Тихого океана. Мы дошли до первой точки рифа Ватчусет, который нашли в прошлом веке. И сказали о том, что это скорее не риф, возвышающийся над водой, а банка. Глубина приблизительно около 9 метров. И вот на протяжении последнего часа мы во все глаза смотрим в море. Смотрим на глубинометр, на другие приборы. И на то, какой характер имеют волны. Но пока обрушивающийся волн, характерный для мелководья, мы не видим. Также не видим ничего вокруг, что говорило бы об изменении характера дна или еще чего-то. То есть вокруг открытое море, темная вода, ну волны сегодня погода шепчет. В общем, скорее всего, рифово чувствует, мы не подтвердим на данной широте и долготе. Леди Мэри практически вышла, но еще не вышла, но скоро выйдет за границу условно обозначенного условного рифа. Вот этот диаметр круга это 5 морских миль, и мы прошли его практически по центру, практически весь диаметр, но рифа ватчусов не обнаружили. Не обнаружили, подтверждаю. Не обнаружили, подтверждаю. С детства мы были уверены, что хотя бы риф Мария Тереза существует, ведь он значился на всех картах, но когда интернет выдает информацию о том, что заветного острова из детской мечты не найдено, остается только одно – проверять лично. Тем более, что мы ведь все равно уже идем к мысу Горн. – Мы отправились искать остров Мария Тереза. – Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. – Если вам понравилось, ставьте палец вверх. – Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. – Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Shapiro 2 6 8 8 9 10 10 16 11 18 19